А можете теперь мычать? Теперь делитесь плечами. Раз, два, три, четыре, пять! Выкинул его! Приморский академический театр имени Горького воплощает на сцене главное мистическое произведение русской литературы. Здесь работают над постановкой легендарного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Символично, что именно сегодня, в пятницу 13-го, главный режиссер театра Ефим Звенятский позволил заглянуть в закулисье. Хотя к мистике известный режиссер относится скептически. Я думаю, что мистика – это вы не случайно сегодня оказались здесь в театре. Сегодня 13 марта, сегодня пятница. Пятница 13-го. Я хочу, чтобы мистика на этом закончилась. Это уже второй опыт работы Ефима Звенятского с культовым романом Булгакова. Первая постановка была 20 лет назад. Спустя десятилетия режиссер немного опасается, что современная публика может и не знать, кто такой Булгаков, Воланд или поэт бездомный. Кто-то уже понаслышке даже слышал о Булгаковой. И я буду очень огорчен, если 95% знают Булгакова. Это поколение старшее, наверное, среднее поколение. Но у меня есть сегодня сомнение, что кто-то и не читал Булгакова. Хотя и отношения к нему разные. Кто-то – я преклоняюсь перед автором, а кто-то относится к нему с недопониманием. Поэтому это здорово. Между тем, постановка создается, как всегда у Звенятского, с размахом. В работе участвует творческая команда из Москвы, Санкт-Петербурга и Греции. Так как это драматический театр, и в моем распоряжении оказалась почти вся труппа драматических актеров, замечательных, моей задачей была не столько постановка хореографии, сколько поиск пластических решений. Ключи к поиску пластических решений, безусловно, удавалось найти в тексте Михаила Фанасьевича Булгакова. Он очень точно описывает, как замедляется время, как вдруг улицы становятся пустынными. И в пластике мы старались создать вот эту мистическую обстановку. Премьера «Мастера и Маргариты» на сцене театра имени Горького состоится в конце апреля. Билетов уже почти нет. И это не мистика. Ирина Шилина, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok